Белорусский октябрь давно зарекомендовал себя как месяц непредсказуемый. Теплая солнечная погода легко сменяется небольшими заморозками. Пропорционально с понижением температур на столбиках термометров увеличивается число пациентов в поликлиниках. Насморк, кашель, боль в горле. Набор основных симптомов простуды, которая при отсутствии должного лечения может перейти в более сложную форму заболевания – грипп. Идет поражение, как правило, верхних и нижних дыхательных путей. Грипп опасен тем, что он вызывает осложнение. Они, в первую очередь, это пневмония и болевания центральной нервной системы, а также опасен тем, что он вызывает эпидемии. То есть поражает большое количество людей. Существует большое количество превентивных мер, позволяющих противостоять гриппу. Однако одной из наиболее действенных признана вакцинация. Как правило, так называемая прививка начинает работать в течение двух-трех недель после проведения процедуры. А ее эффект длится в течение года. На сегодняшний день на территории Республики Беларусь, а также в нашей поликлинике, имеются вакцины Гриппол Плюс производства Республики Беларусь, Гриппол Плюс производства Россия, Вакси Грипп производства Франции и Инфлювак производства Нидерланды. Возможностью пройти вакцинацию в Брестской городской поликлинике номер 3 воспользовалось уже более 800 человек. В эту цифру входят как сотрудники предприятий, прививающихся коллективно, так и индивидуальные желающие. В их числе и Татьяна Фадеева. Женщина входит в так называемую группу риска и, соблюдая график, приходит на вакцинацию ежегодно. Я уже много лет делаю вакцинацию, потому что у меня есть заболевание, которое показано на астме, и мне это помогает. Те, кто только собирается пройти вакцинацию, могут получить необходимую информацию в учреждениях здравоохранения города, а зачастую там же провести необходимую процедуру. Все желающие могут обратиться в нашу поликлинику для того, чтобы произвести вакцинацию, привиться от гриппа, ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. В выходные дни вакцинация осуществляется с 9 утра до 12 часов. Предварительно перед прививкой необходимо пациенту произвести осмотр терапевтом, измерить температуру, собрать анамнез для того, чтобы врач дал разрешение о том, что вакцинация не противопоказана. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.